Добрый день, уважаемые коллеги! Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Сергей Юрьевич Глазев, советник президента Российской Федерации Владимирович Путина. Давайте его поприветствуем, Сергей Юрьевич. Сергей Юрьевич Глазев находится с визитом двухдневным в нашей области. Большая программа у него была насыщенная. Сегодня он любезно согласился встретиться в сынах нашего университета с преподавателями и сотрудниками и прочитать публичную лекцию. Позвольте мне передать ему слово. Добрый день, уважаемые коллеги! Я в своей лекции буду говорить о своих собственных воззрениях и результатах научных работ, которые мы ведем с коллегами в Академии наук. Меня Олег Николаевич представил как советник президента, поэтому я специально хочу сказать, что то, что я буду вам говорить, это не есть официальная позиция российского руководства. Это мое личное мнение, поэтому не стоит ожидать, что все эти рекомендации, о которых я вам скажу, будут реализовываться. Может будут, может нет. Во всяком случае, я постараюсь представить некоторую объективную картину того, где мы находимся, каково наше место в глобальных тенденциях экономического развития и какие сегодня рекомендации выдвигает российская академическая наука. Для напоминания, задачи, о которых говорил Владимир Владимирович Путин в ходе своей избирательной кампании, они сформулированы в некоторых документах, статьях и даже в указах президента 7 мая, сразу же в день его инаугурации. Прямо скажем, в настоящее время мы идем с существенным отставанием от той траектории, которая нужна для достижения этих целевых показателей к 2020 году. Сегодня мы фактически оказались в зоне нулевого роста, объем промышленного производства не растет, инвестиции тоже не растут, вывоз капитала остается чрезмерным. Ясно, что если инерционная тенденция возобладает, то нам выйти на эти целевые показатели в установленные сроки не удастся. Мы в своих рекомендациях обосновываем возможность выхода на темпы роста не менее 6% в год, с ростом инвестиций не менее 15% в год, с опережающим ростом производства наукоемких товаров, с выходом на опережающий рост нового технологического уклада, темп развития которого сегодня в мире составляет 35% в год. Надо понимать, что несмотря на то, что мир по-прежнему находится в состоянии глобального кризиса, мы должны уметь видеть за поверхностью вот этих депрессивных явлений ростки нового. Ростки нового – это подъем нового технологического уклада, который уже десятилетия растет с темпом более 35% в год. Это комплекс нано, биоинженерных и информационно-коммуникационных технологий, который сегодня еще не является локомотивом экономического роста в силу относительно небольшого веса в экономической структуре. Но тем не менее он набирает этот вес, и мы можем прогнозировать выход из глобального кризиса на новую длинную волну роста уже через 3-5 лет, по мере того, как вес нового технологического уклада будет составлять 5-7% от ВВП. На фоне стагнации, которая сегодня происходит в Европе и в Америке, продолжается бурное развитие Китая. Это пример экономического чуда, демонстрирующий возможность на ходу перестраиваться на новые технологические траектории. Такие возможности есть и у нас. И при правильной экономической политике мы могли бы рассчитывать на опережающий рост нового технологического уклада, который должен стать основой модернизации, повышения эффективности, роста производительности труда, о чем говорится в президентских целевых ориентирах. То есть мы видим такую возможность выполнить все эти цели к 2020 году. Вот это прогнозы, которые делались, как казалось, на финише глобального экономического кризиса в 2010-2011 годах. Они все сходились к тому, что наша страна будет развиваться с темпом 4% в год. На сегодняшний день экономика опустилась на нулевую точку по темпам роста. С этой нулевой точки есть риск скатиться еще ниже, потому что те традиционные направления воспроизводства, по которым развивается наша экономика, это прежде всего ориентированный сектор, связанный с экспортом углеводородов, химико-металлургический комплекс. Перспектив роста дальше на существующей технологической основе не имеют. У металлургии нет перспектив роста, у традиционной. Не растет спрос на углеводороды. Мы прогнозируем в среднесрочной перспективе дальнейшее снижение цен на традиционные товары российского экспорта. Поэтому, если не предпринимать усилий сейчас, в дальнейшем даже удержаться на нулевой траектории не удастся. Переходя к оценке перспектив нашего развития, я бы хотел остановиться на таких фундаментальных вопросах глобального техника и экономического развития, без понимания которых очень трудно вообще выстраивать политику экономического развития. В свое время наш великий соотечественник Николай Дмитриевич Кондратьев открыл длинные волны в экономике. С тех пор этот феномен достаточно глубоко изучен был и в нашей стране, и за рубежом. И мы можем довольно уверенно сегодня утверждать, что в основе каждой длинной волны лежит соответствующий набор технологий. Мы их называем технологическими укладами. Это комплексы сопряженных друг с другом производств, которые образуют такие большие воспроизводящиеся целостности. И экономическое развитие долгосрочное может быть представлено как смена технологических укладов, жизненный цикл которых формирует длинную волну экономической конъюнктуры. Исследования, которые проводились в нашей Академии наук и за границей в рамках теории длинных волн, позволяют выделить шесть технологических укладов, последовательная смена которых, собственно, и определяла экономическое развитие мира после Великой промышленной революции конца XVIII века. Смена технологических укладов – это всегда процесс очень болезненный, связанный с экономической депрессией. Длится он от 10 до 15 лет. Собственно, такой период мы сегодня переживаем. Он характеризуется депрессией в тех отраслях, которые до этого момента определяли экономический рост. Характеризуется существенными технологическими сдвигами, связанными с развитием нового технологического уклада, и финансовыми флуктуациями. Рано или поздно любая технология достигает пределов своего роста. Поскольку технологии сопряжены друг с другом, получается, что весь технологический уклад приходит к пределам своего роста более-менее одновременно. И наступает момент, когда инвестиции в расширение производственных мощностей в традиционных направлениях перестают давать отдачу. Сначала падает прибыль, а затем вообще начинаются убытки. И капитал высвобождается из этих устаревших производств. Но новое производство он находит не сразу, потому что в экономике при принятии решений доминирует инерция. Рутинные процедуры инвестиционного процесса не позволяют обычно инвесторам и финансистам видеть намного дальше собственного носа. Поэтому, сталкиваясь с тем, что в традиционных направлениях инвестиций перестают давать отдачу, финансисты перестают вкладывать деньги в производственную сферу. И наступает эра доминирования финансового сектора. Некоторые наши исследователи ошибочно подумали, что реальный сектор уже умирает, теперь вся экономическая жизнь будет концентрироваться в финансовом секторе. На самом деле это эпизод. Этот эпизод связан именно с тем, что при смене технологических укладов не сразу находится сфера приложения капитала в новых технологиях. Идет длительный период проб и ошибок, идет конкуренция технологий, высокие риски инвестиций, прорывные направления. Поэтому капитал удерживается в финансовом секторе, и это создает питательную почву для финансовых спекуляций. Поэтому период смены технологических укладов характеризуется депрессией в реальном секторе и финансовыми пузырями в финансовом секторе. И, собственно, переход на новую волну экономического роста начинается тогда, когда уцелевший после краха финансовых пузырей капитал находит приложения в новых технологиях. Сегодня мы видим контуры нового технологического уклада, который, как я уже сказал, устойчиво растет 35% в год. Ядро его составляет комплекс нано-био информационно-коммуникационных технологий. И связанные с этим ядром производства, здесь они таким эллипсом отмечены, растут очень быстро. По сути, это революция. Эта революция означает многократное повышение эффективности производства. Скажем, применение наноматериалов в материаловедении позволяет поднять их износа устойчивости на порядок. Применение светодиодов в электротехнике позволяет на два порядка поднять эффективность источников света с точки зрения текущих расходов электроэнергии и срока службы. Но что самое удивительное, открываются невероятные возможности в сфере приложения наука жизни. И революция, связанная с генной инженерией, делает здравоохранение самой большой отраслью в экономике. Мы предполагаем, что, это уже видно по примеру Соединенных Штатов, что доля здравоохранения в валовом продукте к моменту, когда этот уклад станет зрелым, приблизится к 15, а может быть и даже к 20%, если брать вместе с фармацевтикой. Новый технологический уклад приобретает такой ярко выраженный гуманитарный характер. Самой большой отраслью становится здравоохранение, огромные возможности в агропромышленном комплексе возникают. Второй по значимости отраслью, с точки зрения объемов услуг, становится образование, на долю которого приходится 10-12% валового продукта. И получается, что здравоохранение, образование, наука и культура примерно уже будут тянуть на половину валового продукта. Если в предыдущие периоды смена технологических укладов во многом стимулировалась государством за счет роста военных расходов, и не случайно смена технологических укладов сопровождалась, как правило, резкой эскалацией военно-политической напряженности. Великая депрессия 30-х годов, как вы знаете, завершилась развязыванием Второй мировой войны. Последняя структурная технологическая революция, которая произошла в 70-е, 80-е годы прошлого столетия, как вы помните, тоже шла через гонку вооружений, через холодную войну, через развертывание гонки вооружений в космосе. И, собственно говоря, вот эти военные расходы дали импульс для формирования нового технологического уклада, ядром которого были микроэлектроника и информационно-коммуникационные технологии, которые росли 25% в год, был темп роста этого набора отраслей, вплоть до нынешнего глобального кризиса. Сейчас, судя по структуре нового технологического уклада, уже военный, милитаристский фактор не является ключевым, потому что рост оборонных расходов не дает такого особого импульса для развития генной инженерии, и, скажем, разумеется, для информационно-коммуникационных и нанотехнологий определенный импульс дает, но, учитывая, что главными отраслями-потребителями этих технологий становятся здравоохранение и образование, роль государства в экономике приобретает иной смысл. Милитаризация как способ технологического прорыва во многом определялась доминированием либеральной идеологии в области экономического управления. Считалось, что государство не должно особо вмешиваться в экономику за исключением целей национальной безопасности, поддержания жизнедеятельности и так далее. Поэтому либеральная доктрина для государства другого способа наращивания расходов и госзакупок, и инвестиций, кроме как военно-промышленный комплекс, не оставляла. Поэтому и эскалация военно-политической напряженности была основанием для усиления государственного вмешательства, государственного регулирования, и либеральная идеология допускала только такой способ усиления государственного регулирования. Сегодня это становится контрпродуктивным. Эскалация военных расходов более не является таким мощным двигателем технологического прогресса, как это было раньше. Значительно большую роль играют гуманитарные составляющие государственной политики. Здесь схематично представлена структура процесса жизненного цикла и смены технологических укладов. Вот заштрихованная зона – это то место, где мы сейчас находимся. То есть старый технологический уклад, который сформировался в 80-е годы, в 70-80-е годы прошлого столетия, достиг пределов. Идет снижение экономической активности в его отраслях, а новый технологический уклад выходит из зоны амбаринального развития в зону роста. Мы эту зону называем роды нового технологического уклада. И, собственно говоря, именно эта зона характеризуется высокой турбулентностью, неопределенностью. Мы где-то находимся уже в конце этого периода. Пройдет еще 2-3 года, и ведущие страны мира выйдут уже на новую длинную волну экономического развития с устойчивым ростом от 3 до 5% в год. Одна из характеристик роста нового технологического уклада, как видим по этому графику, количество работающих и доля применения нанотехнологий в обрабатывающей промышленности растет по экспоненте. Мы до сих пор, пока в сфере нанотехнологий работаем с опытными установками, немного серийных производств, а мир уже идет по экспоненте вверх. И нет сомнений в том, что через 3-5 лет уже в сложившуюся технологическую траекторию войти будет очень непросто. Эта траектория сформируется где-то к 2020 году. Это видно по медицине, еще раз повторю, которая становится главой самой большой отраслью экономической деятельности. И в медицине насыщение новыми технологиями, связанными с генной инженерией и нанотехнологиями, прогнозируется к 2020 году. То есть к 2020 году структура нового технологического уклада сформируется, войти в него будет уже тяжело. Экономика войдет в стационарный режим роста, финансовые пузыри рассосутся, и дальше кто успеет, тот будет на гребне этой волны получать интеллектуальную ренту, получать сверхприбыль и успешно развиваться. Кто не успеет, тот будет сверхприбыль передовиков оплачивать за счет дешевого труда и природной ренты. Очень важный вопрос для экономической политики – это инвестиционная политика. Этот график иллюстрирует хорошо известный в инженерии факт, что по мере вызревания технологии стоимость входа в эту технологию растет. В 90-е годы тогда нанофабрика стоила 50 миллионов долларов соответствующее оборудование. Вот сейчас уже нанофабрика стоит 400 миллионов, а еще через 5 лет она уже будет стоить под миллиард, и войти в освоение этого производства будет малореально. В этом заключается искусство управления инвестиционной политикой. Если мы раньше других правильно выбираем приоритеты и вкладываем деньги таким образом, чтобы оказаться на передовой линии научно-технического прогресса, мы дальше растем на этой волне, воспроизводим свой потенциал, получаем за счет технологического превосходства интеллектуальную ренту и финансируем свое дальнейшее развитие. Если мы замедляемся на старте, то каждые 5 лет просрочки – это в разы увеличение инвестиционных расходов. И не факт, что удастся это сделать. Вот здесь пример со светодиодами иллюстрирует, что если мы по светодиодам двигаемся скачком, то есть входим в эту технологическую траекторию, то уровень энергоэффективности многократно выше того уровня эффективности, который сегодня. А теперь обращаясь уже к вопросам экономической политики. Мы понимаем под экономическим чудом переход той или иной страны из отсталого состояния в состояние развития, то есть скачок из отсталости в передовики, такое окно возможности возникает именно в период смены технологических укладов, потому что лидеры, сталкиваясь с перепроизводством в устаревших отраслях, сталкиваясь с перекапитализацией, с перенакоплением капитала в устаревших отраслях и с перенакоплением даже образовательного потенциала в тех сферах, которые теряют свою экономическую привлекательность, испытывают намного большие проблемы, чем страны догоняющие, которые могут избежать перенакопления капитала в устаревшем технологическом укладе. Собственно говоря, эта перестройка технологическая непрерывная, которая происходит сегодня в Китае, показывает, как Китай, осваивая то, что другие страны уже давно прошли, очень быстро приближается к передовому фронту нужного технического прогресса, не перенакапливая капитал в тех производствах, которые уже достигли на мировом рынке насыщения. Также перед этим Япония совершала скачок, в свое время Российская империя в конце XIX века. Все эти примеры экономического счета говорят о том, что норма накопления, требуемая для инициирующего импульса перехода на новый технологический уклад, должна составлять от 35 до 45% ВВП. На сегодняшний день у нас уже многие годы накопление чуть больше 20% от ВВП. Резко в эти периоды растет доля кредитовой экономики, которая у нас остается крайне низкая, должна была бы быть примерно на уровне от 80 до 120% ВВП, что необходимо для кредитования новых видов экономической активности, новых направлений. Собственно говоря, источником кредитовой экономики является денежная эмиссия. Япония только сейчас перешла к кредитной экспансии с некоторой задержкой, а все другие страны уже в 2008-2009 году вышли на новый уровень денежной эмиссии, практически ее увеличив в Банк Англии в три раза. А если брать 2012 год, в Банк Англии увеличили объем денежной эмиссии в пять раз. Это очень наглядно иллюстрирует, как передовые страны вроде как заливают кризис деньгами, но это делается для того, чтобы создать механизмы дешевого долгосрочного кредита. У нас единственная страна в мире, которая сохраняет на этом фоне высокие ставки процента, даже в среднем в мире сегодня процент отрицательный. Но из-за того, что мы сохраняем высокие ставки процента, наши партнеры перешли на отрицательный процент рефинансирования коммерческих банков, все, кто может, начинают заниматься за рубежом. То есть практически мы сталкиваемся с ситуацией, когда отсутствие собственного внутреннего кредита вынуждает наших лучших заемщиков уходить в кредитоваться за рубеж, и в нашей экономике происходит втягивание во внешние воспроизводственные контуры. И с точки зрения импорта технологий, сегодня мы уже больше чем наполовину зависим от иностранной машиностроительной базы, и с точки зрения источников кредита, мы переориентируемся на внешние источники кредита. Это ведет к тому, что мы втягиваемся в контур неэквивалентного обмена, ежегодно теряя примерно 25-30 миллиардов долларов. Мы втянулись в такой неэквивалентный внешнеэкономический обмен. Мы свои дешевые накопления, точнее свои длинные накопления отдаем во внешний мир дешево, а наших экономических агентов вынуждаем брать за рубежом короткие деньги, дорого. Цена этого вопроса обходится нам ежегодными потерями 70-80 миллиардов долларов. Это 3-5% валового продукта, которые могли бы быть использованы на инвестиции. В результате мы оказались в очень серьезной внешней зависимости от источников кредита. Сразу скажу, что сегодня эта модель несколько изменилась, в том смысле, что Банк России имитирует деньги уже не столько под покупку иностранной валюты, сколько под рефинансирование коммерческих банков. Это позитивное изменение, которое произошло в период кризиса. Связано было с тем, что нужно было проимитировать 2 триллиона рублей денег, для того, чтобы заместить иностранные кредиты внутренним источникам, тем корпорациям, которые оказались в предбанкротном состоянии, когда их внешние кредиторы потребовали возврата кредита или увеличения залогов. Тогда наш центральный банк впервые отклонился от этой схемы эмиссии денег под покупку иностранной валюты. И вот с тех пор мы находимся в несколько иной денежной политике, когда деньги имитируются в основном для выдачи кредитов коммерческих банков, но рефинансирование этих коммерческих банков идет пока еще на краткосрочной основе. В основном это кредиты недельные, месячные, редко, когда они бывают более чем трехмесячные. Втягивание нашей экономики в такую модель неэквивалентного внешнего экономического обмена в значительной степени остается, потому что тот кредитный ресурс, который дает российский центральный банк, он дороже того, который можно получить в Европе или в Америке. И он короче. Поэтому все, кто могут, по-прежнему идут в офшоры и занимают деньги из-за рубежа. Вследствие этого у нас не растут кредиты в инвестиционном процессе. Большая часть инвестиций по-прежнему идет за счет собственных средств предприятий, которые есть только у предприятий добывающей промышленности и химико-металлургического комплекса. И в результате большая часть отраслей у нас при такой политике остается без источника кредита. Здесь в красной линии показана ставка рефинансирования, которая отражает минимальный уровень процентной ставки, по которому может предприятие взять кредит. Теоретически, реально предприятия берут кредит не менее чем под 10% годовых. И такой уровень рентабельности могут себе позволить только добывающие отрасли, прежде всего добыча углеводородов. Химико-металлургический комплекс, который сегодня резко падает, сейчас уже этот график надо скорректировать, потому что рентабельность металлургии сильно упала. А две основных отрасли, которые формируют инвестиционное ядро машиностроения и строительства, находятся в зоне низкой рентабельности, которая не позволяет им привлекать кредиты. Как следствие всей этой политики такого жесткого денежного предложения является карликовый размер нашей банковской системы, которая не получает источников для расширения весь банковский сектор России. Вы видите, меньше одного американского банка, причем меньше почти в два раза. Вот если извлекать из этих наблюдений уроки, они заключаются в следующем. Нам нужно переходить к другой модели финансирования экономического роста, которая бы дала экономике долгосрочный кредит. Для этого определенные инструменты и институты созданы. У нас есть система банков развития, есть механизмы поддержки инновационной активности. Но они настолько незначительны, что даже вот мы побывав здесь на передовом предприятии ЭФКО вчера, обнаружили, что оно ухитрилось развиться, не прибегая ни к каким федеральным механизмам поддержки. Ни к банку развития, ни к грантам в системе поддержки инновационной активности. То есть нам необходимо институты развития по своей мощности увеличивать в разы. Кроме того, нужно переходить к другой модели денежного предложения, когда Центральный банк имитировал бы деньги прежде всего для создания внутреннего источника кредита. Это рефинансирование коммерческих банков и отход от офшаризации. В сочетании долгосрочной кредитной политики под низкие процентные ставки и с элементами валютного регулирования мы можем достаточно быстро поднять норму накопления в полтора раза. Это я говорил о денежной политике. Если говорить о бюджетной политике, вот этот график иллюстрирует структуру по-крупному функционального распределения бюджетных средств в нашем консолидированном бюджете страны по трем направлениям. Точнее по двум. А у нашей страны есть третье направление. Зеленым обозначены расходы на социально-экономическое развитие, это расходы на здравоохранение, образование, науку и инвестиции. Малиновым светом обозначены силовые структуры бюрократии, традиционные расходы государства, которые испокон веку на государственном бюджете находятся. Так вот, эта картинка иллюстрирует структуру нашего бюджета до кризиса. Когда было принято решение, вместо того, чтобы вкладывать избыток нефтедолларов, которые мы получаем от экспортных пошлин на нефть и газ, в развитие их стали направлять стабилизационный фонд. Нижний столбец, который характерен только для России, есть тот самый пресловутый профицит бюджета, который у нас направлялся в стабилизационные фонды, вместо того, чтобы направляться на развитие. Накапливание избыточных резервов не есть хорошая экономическая политика. Она не дает нам, на самом деле, большей стабильности. Она означает просто, что мы недофинансируем свое развитие. Это вычет из наших инвестиций и в производство, и в гуманитарную сферу. Поэтому, наряду с гибкой денежно-кредитной политикой, ориентированной на предоставление долгосрочного кредита, необходимо, и бюджетную политику ориентировать не на накопление резервов. На самом деле, резервы правительства, они по своей экономической сути являются частью валютных резервов страны. Они и учитываются в составе валютного резерва. Поэтому накопление в правительстве резервных фондов с точки зрения макроэкономики ничего не дает. В кризисный момент правительство всегда может занять деньги в Центральном банке. Это всегда делалось во всех странах тем или иным способом. Поэтому в ситуации, когда весь мир переходит на новые технологические уклады, нам критически не хватает инвестиций, не хватает финансирования для становления новых технологий. Накопление резервов – это есть просто накопление отставания. Мы потом нагонять это отставание должны будем с гораздо большими инвестиционными расходами и издержками, чем могли бы это сделать сейчас, сразу делая ставку на опережающее развитие. Для того, чтобы деньги были потрачены правильно, конечно, необходимо выбирать приоритеты. Частный бизнес с трудом выбирает приоритеты, и особенно в условиях нестабильных, турбулентных, ориентиры для принятия инвестиционных решений размываются. И мы видим, что во всем мире сегодня подъем инвестиционной активности происходит в основном при государственной поддержке. Бывают, конечно, исключения, но тем не менее в такие периоды государственная поддержка особенно важна для снятия неопределенностей, для снижения рисков в экономике. Но государство тоже должно действовать весьма осмотрительно и избирательно, вкладывая деньги в, прежде всего, модернизацию на базе нового технологического уклада. Для этого нужна система выбора приоритетов, для этого необходимы механизмы долгосрочного прогнозирования, в том числе научно-технического. Для этого нужна система стратегического планирования. Но и самое главное, нужна система ответственности должностных лиц, которым государство доверяет распоряжение инвестиционными ресурсами. Вот эти все необходимые элементы политики и развития должны присутствовать одновременно. Если нет хотя бы одного из них, то политика развития не получается. И мы скатываемся в инерционную траекторию, из которой пока еще, как вы, я вас попытался убедить, есть возможность выбраться на траекторию опережающего развития. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я готов ответить. Профессор кафедры мировой экономики Растворцева, Светлана Николаевна. Уважаемый Сергей Юрьевич, у вас в начале презентации есть очень интересный такой позитивный слайд. Вот Эллипс, и там показана структура нового технологического уклада. Различные отрасли, различные подотрасли и так далее. Вот хотелось бы узнать, на ваш взгляд, есть какие-то сегменты, по которым мы можем с точностью сказать, что Россия в этих сегментах выйдет в шестой технологический уклад в числе лидеров? Во-первых, есть сегменты, где мы уже вышли. Во-первых, у нас абсолютно передовой уровень пока еще в атомной промышленности, в ядерном комплексе, который является одним из ключевых для нового технологического уклада. Как ни странно, без поддержки государства наши инженеры сумели завоевать очень хорошую нишу во сфере электронных растровых микроскопов. Это главное орудие производства в нанотехнологиях. Так вот, по нанофабрикам, так называемым, которые оборудованы такими электронными микроскопами, мы, в общем-то, неплохо выглядим на мировом рынке. Но это буквально одно-два предприятия, которые добились успеха. У нас хорошее задело в ракетно-космическом сегменте, которое для информационно-коммуникационных технологий остается главным носителем. У нас неплохой интеллектуальный задел в биоинженерии, но беда в том, что три четверти наших выпускников по этой специальности уезжают за границу. То есть наша система поддержки инновационной активности в этих областях явно не срабатывает. Ее просто нет, на самом деле. Поэтому ситуация не безнадежная, есть точки роста, есть на что опереться, но это надо делать быстро, потому что еще 3-5 лет, и уже там входить можно только при колоссальных инвестициях. Уважаемый Сергей Юрьевич, Слинкова Ольга Константиновна, декан факультета бизнеса и сервиса. Сегодня многие экономисты высказывают мысль о том, что чуть ли не единственным выходом из кризиса в России является существенный обвал национальной валюты. Сколько вы считаете такой сценарий развития событий реальным и возможным? У нас очень сильно лобби импортеров. Последние годы наметилась устойчивая тенденция снижения цен на металлургическую продукцию. Металлурги используют свои лоббистские возможности. Говорят о том, что нам нужно вновь вернуться к политике тагетирования курса рубля, снижая этот курс. Но в этом случае Центральный банк вынужден будет вернуться к политике валютного правления, то есть денежную эмиссию ввести в основном под покупку иностранной валюты. Это первый момент. Второй момент. Надо понимать структуру нашей внешней торговли, для того, чтобы оценить последствия тех или иных предложений. У нас 70% торговли это нефтегаз и металлы. Даже с химическими товарами 80%, с минеральными удобрениями, 85% это сырье. От того, что мы, допустим, девальвируем рубль, у нас появится больше машиностроения в экспорте, не появится. Понятно, что снижение валюты стивилирует импортозамещение. Это важный момент, что доля импортных товаров на потребительском рынке составляет около половины, а в машиностроительном комплексе уже практически две трети. Поэтому снижение валюты, конечно, будет стимулировать импортозамещение в той степени, в которой наши предприятия готовы заполнить образующиеся низшей ценовой конкурентоспособности. Это сработало в 1998 году, когда после дефолта рухнул рубль в три раза. И у нас, благодаря такой достаточно продуманной политике, которую ввел Примаков, с Герасченко тогда промышленность поднялась на 20% за полгода. Тогда были большие простаивающие производственные мощности. Сейчас загрузка производственных мощностей в среднем составляет 80%, то есть есть возможности. Но в значительной степени этот резерв подпорчен тем, что не было обновления, низкое качество, устаревшее оборудование. И вот в ситуации, когда, с одной стороны, наш экспорт сырьевой, и девальвация валюты не сильно его облагородит, а с другой стороны, потенциал импортозамещения ограничен, все-таки главный упор, я в выступлении многократно говорил, нужно делать на подъеме инвестиций. Подъем уровня инвестиционной активности – это и есть то главное направление, которое должно все остальное позволить вытащить. И политика валютного курса должна быть сбалансированной. То есть валютный курс должен быть стабильным и прогнозируемым. В этом смысле мы против плавающего валютного курса, который сейчас декларирует Центральный банк. В то же время нельзя допускать укрепление курса рубля, это тоже верно. То есть дальнейшее повышение курса рубля уже крайне неблагоприятно сказывается на ценовой конкурентоспособности наших товаров. Но в то же время резкая девальвация тоже мало что даст. Поэтому мне кажется, что здесь главная рекомендация могла бы заключаться в том, что нужно оставить курс, какой есть, обеспечить его стабильность в реальном выражении. То есть его девальвировать по мере внутренней инфляции, с тем, чтобы не допускать повышения курса рубля в реальном выражении. Нам в этом зале, в том числе, Евгений Сергеевич Греф, все время объяснял, когда мы тоже говорили, что необходимо поднимать уровень инвестиций и с участием государства, и в инфраструктурные проекты. Он все время говорил, что это делать ни в коем случае нельзя, поскольку это сразу же приведет к резкому росту инфляции. Ну, надо сказать, что когда он теперь руководит Сбербанком, он уже думает, наверное, по-другому, потому что он все занимает и занимает деньги. И в Центральном банке под 5-6%, и кредитует всех остальных под 12%. И ему это очень игра нравится. Хорошо устроился. Занимает все больше и больше. Сбербанк является главным источником кредита в нашей экономике, в том числе долгосрочного кредита. Ну, поскольку Герман Оскарович юрист по образованию, и об экономике он знает от монетаристов, я просто приведу контрпример. Согласно количественной теории денег, есть там формула Фишера, согласно которой объем товаров, умноженный на цены, равен объему денег, умноженный на скорость их обращения. Ну, это просто тавтология, которая ни о чем не говорит. Из этой формулы ровным счетом ничего не следует. Монетаристы считают, что согласно этой формуле, если увеличивается количество денег, то при прочих равных условиях вырастают цены. Вот, собственно говоря, Герман Оскарович из этой тавтологии сделал такой вывод, как это делает Кудрин, сегодня Силуанов, Игнатьев делал. Это все некая схоластика, которая легко опровергается следующим рассуждением. Значит, предположим, вы увеличиваете количество денег в экономике, но при этом вы деньги вкладываете в новые технологии. Новые технологии обеспечивают вам снижение издержек. Скажем, по светодиодам я вам показывал снижение издержек практически в 10 раз по свету. По наноматериалам, нанопорошкам, снижение издержек потребителей трущихся частей, подшипники и прочее, тоже многократное. Ну, микроэлектроника возьмите. Значит, мобильная связь. За 20 лет стоимость вычислительной операции сократилась в десятки тысяч раз. Вот вам пример того, как вы печатаете деньги, вкладываете их в новые технологии, у вас снижаются издержки, и это ощутимо. Снижаются издержки и повышается качество жизни, растет разнообразие товаров. Или второй контрпример. То есть, это пример, когда увеличение денежного предложения ведет к росту эффективности и к снижению цен, впрямую, даже при одинаковом количестве товаров. А если вкладывать деньги в расширение производства товаров, то у вас тогда, получается, вторая переменная начинает плыть – объем производства товаров. Значит, соответственно, у вас, если объем производства товаров растет, то по этой же формуле должны снижаться цены. Что, собственно говоря, и происходило в Китае в весь период экономического отсчета, когда в Китае объем денежной массы увеличивался на 45-50% в год. И при этом наблюдалась дефляция. То есть, цены на ширпотреб в Китае падали, потому что расширялись объемы производства. Ну и другой контрпример, который на наших глазах мы видим, так сказать, каждый год, когда объем денег остается неизменным, но при этом повышаются тарифы на услуги, допустим, естественных монополий. Что при этом происходит? При этом, согласно этой формуле, значит, должен снижаться объем производства. Что мы, собственно, и наблюдали повсеместно, ежегодно. Вот поэтому разговор вокруг этой формулы Фишера, он ни о чем, что называется. Это пустая тавтология. Вопрос, как устроена денежная миссия. Если денежная миссия устроена так, что деньги просто раздают, они растекаются по карманам коррупционеров, и там дороги стоят в 10 раз дороже, чем в Европе, то, конечно, это будет инфляция. А если деньги вкладываются в развитие производства, идет контроль и сдержек, вот как мы обнаружили в Белгородской области, цена дорог автомобильных в 10 раз меньше, чем в Московской. С чем это связано? Вот если напечатать деньги для Белгородской области, будут дороги. А если для Москвы, то будет инфляция. Вот, собственно, так. Пожалуйста, поясните, может быть, зрение на перспективу отношений между Россией и Украиной. Белгородская область является прекратичным регионом, и для нас вопрос для любви, для любви, для любви, для любви. Мы очень внимательно прислушаемся к сигналам, которые поступают в Москвы, и с Кима, но в последний время не работал пятый, как и в Москве. Вот, хочешь, поясните, ну, по тихому российской официальной стороны, вот, что это вопрос. Спасибо. С Украины последнее известие, которое мы сегодня буквально получили, из Варшавы исходит. Потому что Польша предупреждает Украину, что подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом, возможно, будет отложено на год, в связи с тем, что Украина, по их мнению, не выполнила домашнего задания. Вот это отражает отношение Запада к интеграционному процессу. То есть, Украина, вообще говоря, никто не спрашивает ее мнение, ей дают домашнее задание. И если прочитать то, проект соглашения, который ей навязывается, то станет ясно, что Украину хотят лишить суверенитета во всех тех сферах, по которым у нас работает таможенный союз. Наш таможенный союз, пока на три государства, имеет полномочия, его наднациональные органы, Евразийская экономическая комиссия, имеет полномочия принимать решения, обязательные для исполнения в области торговой политики, технического регулирования, таможенного регулирования, санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля. Кроме того, в рамках единого экономического пространства эта комиссия получает право контролировать уровень субсидий в промышленности и сельском хозяйстве, контролировать тариф на железнодорожный транспорт и на торгопроводный транспорт, унифицировать госзакупки. И вот все эти функции, и еще плюс к этому там целый ворох, Украина отдает Брюссель и обязуется выполнять директивы Брюсселя, не имея возможности никак влиять на их принятие. В целом, в ряде статей этого соглашения написано, что Украина обязуется любые изменения своего законодательства в этой области не просто согласовывать с Брюсселем, а делать только в направлении унификации с Европейским Союзом, что означает, что в случае, если Украина подписывает соглашение, она становится фактически под юрисдикцию Евросоюза, не имея возможности на эту юрисдикцию никак влиять. И тем самым она перестает для нас быть партнером в интеграции, потому что ее уже нет, просто как суверенного государства. Все решения по торгово-экономической политике украинской будут принимать Совет Ассоциации, в котором половина мест принадлежит европейцам. То есть они будут иметь право вето на любое решение. Там есть такая запись для развода, что называется, читателей о том, что Украина не возбраняется участвовать в других интеграционных союзах, но если они не противоречат данному соглашению, практически по всем позициям наша договорно-правая база несовместима с этим соглашением Украина об ассоциации с Евросоюзом. Поэтому если Украина подписывает, значит она не может быть участником нашего интеграционного процесса, это во-первых. Во-вторых, данное соглашение содержит обязательства Украины обнулить импортный тариф, причем по 75% позициям он обнуляется прямо через месяц после подписания. И перейти на европейский технический регламент. В совокупности это будет означать, что украинские товаропроизводители получат смертельный удар и не смогут уже производить свой товар на украинский рынок, потому что импортный тариф обнуления даст эффект хоть и большой, но не убийственный. Там импорт, мы предполагаем, у Украины вырастет на 2 миллиарда долларов из Евросоюза и в первую очередь будут товары бывшего употребления. Переход на технические регламенты требует по расчетам самого украинского правительства больше 100 миллиардов евро, а некоторые даже суммы называют 160 миллиардов евро. Ясно, что таких источников финансирования нет ни там, ни на Украине, их нет и в Евросоюзе. Поэтому мы предполагаем, что при таком сценарии украинские товаропроизводители вынуждены будут в основном ориентироваться на наш рынок, таможенного союза. И в случае, если это произойдет и приведет к экспансии украинских товаров на рынок таможенного союза, в рамках соглашения о зоне свободной торговли в СНГ, мы оставляем за собой право применить норму приложения 6 в этом договоре, которое предполагает введение импортного тарифа на ввоз товаров из страны, которое заключает с кем-либо третьим соглашение о зоне свободной торговли, нарушающее наш торговый пропорс, нарушающее наш интерес. Об этом украинское руководство многократно официально было предупреждено. Мы, естественно, исходим из того, что это суверенное государство, и мы разъясняем последствия. Но окончательное решение они должны принимать сами, хотя оно принимается под гигантским давлением Запада. Вот заявление польского министра иностранных дел, о котором я говорил, это пример такого давления. Украину заставляют все время отчитываться, грубо вмешиваются в внутренние дела. Постоянно находится огромное количество европейских и американских экспертов, которые требуют отчетов от украинских властей. То есть мы видим, что Украине выкручивает руки. С нашей стороны мы все аккуратно разъяснили, и надеемся, что здравый смысл восторжествует, и данное соглашение подписано не будет, потому что в случае его подписания, кроме торговых последствий, Украину ждут тяжелые финансовые последствия. Она уже находится в преддефолтном состоянии, уже не в состоянии оплачивать наш газ. У нас уровень валютных резервов существенно ниже дыры, которые образуются в торговом балансе, и плюс еще платежи, которые должны будут выплачены в будущем году, все это ставит Украину в положение дефолта, неизбежного в будущем году, а значит социально-экономическая катастрофа с резким всплеском инфляции и с соответствующими политическими последствиями. Нам бы хотелось этого избежать. Мы можем этого избежать, если Украина развернется. Вернется к нам в интеграционный процесс. Но ответственность целиком лежит на их стороне. Коллеги, есть еще вопросы? Нет. Позвольте мне от вашего имени сердечно поблагодарить Сергея Юрьевича за очень интересное выступление, пожелать ему успехов и творческих в науке, которой он активно занимается многие годы, и на административном поприще, на очень ответственной должности, на которой он также находится. Спасибо. 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 Спасибо.